Мало кто задумывался об этом, но наша обыденная жизнь немыслима без атомных технологий. К примеру, без них невозможно включить свет, поставить чайник или посмотреть телевизор. Ведь каждый пятый киловатт-час электроэнергии вырабатывает АЭС. Для того, чтобы показать, как на самом деле тесно каждый из нас связан с атомной сферой и был создан конкурс «Атом рядом». Его участникам предлагалось снять видео о применении атома в обычной жизни. Для некоторых это даже стало первым шагом в изучении истории этой отрасли. Мы всегда в рутине, постоянно в рутине, да, и очень сложно вырваться. А такие конкурсы помогают нам расширить наш кругозор. Это что-то новое для меня, я хотела бы узнать больше об этой отрасли. В конкурсе приняли участие более 10 тысяч человек из 85 регионов страны. Авторы лучших работ получили уникальную возможность побывать в городах атомной промышленности. Сотрудница ФИАЦНЕФ Ольга Забродина и специалист Центра поддержки предпринимательства Кира Доброва попали в число победителей. И в составе делегации Нижегородской области побывали в городе Сосновый Бур Ленинградской области. В Саров приехали сразу три делегации. Илья Кислый – ведущий инженер-технолог на Яйвинской ГРЭС, тепловой электростанции в Пермском крае. По словам молодого человека, на создание ролика у него ушло всего 15 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы попасть в число лучших. Работа у меня была про спектроанализатор, который посредством атомов определяет структуру материала, то есть металл. Это связано непосредственно с моей работой, потому что я работаю в отделе технической диагностики. Мы по своей работе определяем металл. 8,5 часов перелета до Москвы, еще 5 до Нижнего Новгорода и 3 часа на автобусе до Сарова. Татьяна Загурская вместе со своей делегацией приехала к нам в город из Чукотского автономного округа. По образованию Татьяна инженер. И узнав о конкурсе «Атом рядом», посчитала свое желание принять в нем участие вполне логичным. Мой ролик был о ученых, о вкладе именно каждого человека, в том числе теоретика. Потому что некоторые имена, фамилии такие как Курчатов, Сахаров знают все. Но это была очень-очень большая группа ученых, в том числе теоретиков. А для меня это в первую очередь был Ландау. Лев Ландау, потому что изучая теоретическую физику еще в университете, я наслушалась, уравнения нарешались. Такие, которые, ну, наверное, трудновоспринимаемые для многих, но это очень-очень интересно. Посвятить свою работу человеку, который внес свой вклад в развитие атомной промышленности, решил Иерослав Салеев из Оренбурга. Вот только героем его ролика стал не именитый ученый, а друг семьи и непосредственный участник тактических учений с применением ядерного оружия. Ролик назывался «Атом. Музыка. Мир». И я решил немного отойти от рамок и рассказать историю одного из наших знаменитых композиторов Оренбуржья, Алексея Федоровича Цибизова. В 1954 году, как военный служащий, был тоже отправлен на эти испытания ядерного оружия. И как раз-таки в этом же году был произведен взрыв на Тосском полигоне близ Оренбуржья. Почему я решил именно осветить эту историю? Потому что люди должны знать, как он был нашим другом семьи, да, и чтобы о нем не забывали. И также принести дань памяти и, опять-таки, для восторга таким человеком. В Сарове всех участников конкурса ждала обширная культурная программа. Экскурсии по святым местам. Дивеевскому монастырю, Свято-Успенскому монастырю в Саровской пустыне и, конечно, в Музее ядерного оружия. Место, где собрана вся история нашего советского атомного проекта. Первое впечатление было вау, потому что, во-первых, попасть сюда, это тоже немало значит. И первое впечатление о том, как нам это преподнесли и как нам рассказали, просто будоражит. Вот. Прям сразу с входа уже я почувствовал какую-то особую энергетику того, что здесь происходит и что нам могут здесь рассказать. Успели побывать в монастыре. Конечно, очень впечатляет. Особенно подземный храм очень впечатлил. У нас такого, я думаю, что мы нигде больше не увидим. На первый взгляд город очень отличается чистотой. То есть у вас все аккуратно, все прибрано, большинство отреставрировано. Наш закрытый город не такой. Он, во-первых, меньше, он не так развивается, как вы. Также ребята посетили художественную галерею, покатались на коньках в Ледовом дворце. Конкурс «Атом рядом» показал, что об атомных технологиях можно говорить простым языком. А главное, он подарил студентам, педагогам, музыкантам, рабочим со всей страны уникальную возможность побывать в закрытых городах и своими глазами увидеть места, где создавался ядерный щит нашей страны.